Украинец Сергей Васильчук, генеральный директор крупной блокчейн-компании Эверстейк, находился в Майами, когда узнал о российском вторжении в Украину. Соучредитель фонда Solana Foundation, Одессит Анатолий Яковенко, позвонил мне и спросил, что я собираюсь делать. События тех дней стали словно холодным душем. Я осознал, что ничего не сделал и должен что-то придумать. Пятеро сотрудников Васильчука были на передовой в Украине. И он понял, что быстрый сбор денежной помощи защитникам – та область, в которой он может помочь. Блокчейн-транзакция занимает несколько секунд, что сильно отличается от банковского перевода в сети SWIFT. Остин Федера работает в фонде Solana Foundation, который занимается разработкой и продвижением криптовалюты под названием Solana. Недавно его организация присоединилась к усилиям криптовалютного фонда Aid for Ukraine и Украинского министерства цифровой трансформации. Вместе они централизовали усилия по сбору денег в пользу Украины и контролю за распределением полученных средств. Таким образом была создана система, в которой пять человек получили возможность централизованно отслеживать поступление денег. Трое из них должны были выразить согласие при принятии решения о том, на что пойдут собранные средства. Васильчук вспоминает, что первые несколько пожертвований в размере миллионов долларов поступили от богатых доноров. Это, в свою очередь, привело к созданию целого криптовалютного сообщества в помощь Украине. Ответственный подход к распределению полученных средств убедил других доноров в том, что проект достоин доверия. К середине октября фонд Aid for Ukraine пожертвовал более 57 миллионов долларов в криптовалюте на военные нужды Украины. Поток пожертвований сократился после того, как правительство Украины в мае создало собственную платформу по сбору средств United24. Ее пожертвования превысили цифру в 200 миллионов долларов. Часть этих средств была получена в криптовалюте. Вне зависимости от того, как средства жертвуются на помощь Украине, Васильчук и его партнеры уверены, что криптовалюта – идеальный инструмент быстрого перевода средств для оказания прямой помощи нуждающейся стране. «Будь то 10 центов или 10 миллионов долларов, перевод осуществляется быстро и просто». А быстрое получение денег, в свою очередь, может означать спасенные жизни и бесперебойную поставку ресурсов для защитников Украины.